ЛЕС Каждому приходит в голову передохнуть от городской суеты и выбраться на природу, подышать свежим воздухом и окунуться в атмосферу жизни за пределами многоэтажек и машин. Я со своей девушкой решил провести ночь в лесу. Устроить романтический вечер, полюбоваться звездами, а если повезет, и ночными животными. Ева, моя девушка, была в восторге. Собирая вещи, только и говорила. Наконец-то я увижу лиса! Я сложил все необходимое в машину, и мы тронулись в лесную глушь. К слову, в километрах 30 от нас есть настоящий лес. Не лесополоса и не гигантский парк, а настоящий дикий лес. Со всеми вытекающими. Тут тебе и животные, и птицы. Там даже речка есть небольшая. Как раз к этой реке мы и поехали. Выбрав место и расположившись, я стал раскладывать палатку. А Ева тем временем изучала местность. Виша, поверить не могу! Как тут красиво! Да ты еще не видела, что тут ночью происходит. Лес никогда не спит и наполнен звуками. Так что сегодня точно спать не ляжем. А еще я подготовил это. Я достал из рюкзака камеру с ночным режимом видеосъемки. Установим ее где-нибудь на дереве. И подождем, пока она не поймает в поле зрения лисицу. И если успеем, увидишь их вживую, как хотела. Улыбка на лице моей девушки была до ушей. Она обняла меня и запрыгала на месте от восторга. Мы прошлись до реки и увидели узкую тропу. Предположив, что она могла принадлежать зверькам, которые приходят утолить жажду, я установил камеру на соседнем дереве для лучшего обзора. Итак, мы с Евой поужинали, понаблюдали за птицами и просто отдыхали. А с приходом темноты мы стали наблюдать за камерой. К величайшему сожалению для Евы, лисиц не было видно. Эх, я так хотела их посмотреть, но устала. Миш, я, возможно, сейчас усну. Разбудишь меня, если что-то заметишь? Да, конечно. Без проблем, отдыхай. Только я не учил одного, что сам ужасно хотел спать. Но я же не могу показаться слабым. Нет, нет, только не перед девушкой. Время шло, и я смотрел в экран. Периодически моргая и задерживая глаза в закрытом положении все дольше и дольше. Проснулся я от какого-то хруста. Камера уже не работала. Но я отчетливо слышал, как кто-то подошел к палатке. Ева обычно очень крепко спит. Ее никакой будильник не разбудит. Но в ту ночь я молился, чтобы она спала еще крепче. Страх. В тот момент я испытал настоящий страх. Когда ты слышишь тяжелые шаги, хриплое дыхание, и воображение рисует невероятные образы. Первая мысль. Что делать? Как спасать ситуацию? Я в палатке с любимой девушкой. Без оружия. Без средств связи. Даже пошевелиться не могу. Все это время я слышал, как оно дышит, принюхивается. Но к палатке так и не притронулось. Время будто остановилось. Я только чувствовал, как безумно бьется мое сердце. Я был напуган. Я был напуган неизвестностью. А что если оно порвет палатку? Ужас. Слово, которое подходит тут лучше всего. Я был в ужасе. Но вот я слышу, как оно отдаляется и уходит куда-то вглубь леса. Туда, где нас нет. Оно ушло. Минут двадцать я не мог себя убедить, что все кончилось. Будто мне это привиделось. И оно все еще ждет, когда я пошевелюсь и свершу ошибку. Напрягая слух, я все же смог немного успокоиться. Но спать в ту ночь я уже точно не хотел. Почти с восходом солнца я пошел проверять камеру, которая досталась неслабо. Ветка, на которую я закрепил ее, обломилась. Или я кто-то сломал. Камера не просто разбилась, а была практически уничтожена. Но вот флешка осталась целой. Уже когда проснулась Ева, мы стали собираться домой. Про камеру я сказал, что она сорвалась с ветки и упала куда-то в реку. Она, конечно, расстроилась. А по дороге сказала. Знаешь, Миш, а мне все равно понравилось. Вот эта природа, вот этот воздух, тем более с тобой. И уже все равно на этих лисиц. Я теперь хочу только в душ и доступ к интернету. Мы еще немного пошутили на тему выезда на природу со всеми удобствами и благами цивилизации. А сразу по прибытию Ева отправилась в ванну. За мной не занимать. Я тем временем вставил флешку в ноутбук и наблюдал, что же меня так напугало. В последнюю минуту съемки камера сняла лису, которая убегала от чего-то. А потом я понял, от чего. Резким движением огромная когтистая лапа прижала лису к земле. И с невероятной легкостью сломала ей шею. Существо, явно больше человеческого роста, хотело было съесть свою добычу. Но в этот момент камера издала тихий сигнал, что память на карте кончилась. И в это время существо повернулось. Оно было и не животным, и не человеком. И носило шкуру убитого медведя. Огромные глаза, от которых отразился ультрафиолетовый свет камеры. Казались светились, как прожектора. А в зубах она сжимала маленькая тельца. Лисицы. Неестественно длинные руки опирались на землю, держа огромное непропорциональное тело. Из-за шкуры медведя было трудно разглядеть кожу этого существа. Но она была бледная. Пальцы с когтями покрыты какими-то ранами и язвами. Но вот лицо. Вместо носа красовался огрызок, измазанный кровью пойманной лисы. И длинные седые волосы, запутанные, грязные, свисали с головы существа клочьями. Оно повернулось именно в тот момент, когда камера издала сигнал. Потом запись обрывалась. Память закончилась. Внезапно ко мне подошла Ева. Что смотришь? Да ничего, Ев. Просто проверял почту. Знаешь, что я тут подумал? Давай-ка в следующий раз съездим на озеро. Миша, читаешь мои мысли? Давно хотела поплавать на лодке. Ева включила фен и начала сушить волосы. А я тихо сказал. Надеюсь, в этот раз обойдется без монстров. Ты что-то сказал? Я говорю, надеюсь, сплаваем на тот остров. Ну что, на озере. А, было бы здорово. Ева продолжила сушить волосы. Я вынул флешку и закинул ее в дальнюю часть ящика стола, закрыв его на замок. Больше в этот лесок я никогда не вернусь. Я вынул флешку и закинул ее в дальнюю часть ящика стола. Я вынул флешку и закинул ее в дальнюю часть ящика стола.